В Хакасском техническом институте, филиале Сибирского федерального университета, научной деятельностью занимаются более 90% преподавателей. Это очень высокий показатель среди сибирских вузов. В ХТИ ведутся научные исследования по 10 основным направлениям. Все они в большинстве своем связаны с техническими и экономическими специальностями, по которым в вузе готовят студентов. Особое место занимает лаборатория дендроэкологии и экологического мониторинга, которая была открыта в 2012 году специально для проведения фундаментальных исследований. Одним из инициаторов ее создания была Елена Бабушкина, ныне директор ХТИ. В фундаментальных исследованиях очень активно сейчас изучается тема слоистых структур. То есть это те структуры, которые записывают некую информацию об окружающей среде в себе и сохраняют на длительное время. Вот это разгодичные кольца деревьев, то есть это наука, которая называется дендроэкология, именно включает в себя эти элементы. То есть как раз по годичным кольцам деревьев мы можем посмотреть ту информацию, которая была записана, когда дерево росло. То есть вот это достаточно актуальная информация, которая позволяет нам определить циклы каких-то природных явлений, в том числе это засух, в том числе это различных наводнений. И поэтому мы в практике можем это использовать. Хакасия была своеобразным белым пятном в сфере дендроэкологии. Существующие научные школы занимались изучением лесов в основном на северных территориях Сибири. За два года удалось добиться солидных результатов. На основе годичных колец деревьев составлена хронологическая таблица, которая уходит в прошлое на семь веков. В ходе исследований выяснилось, что самые старые деревья в Хакасии растут на территории Ширинского района. Сейчас лаборатория выполняет заказ Госком леса республики об истории лесных пожаров в Хакасии. Есть и другие направления исследований. Здесь еще интересный аспект в том, что рост деревьев, он лимитируется тем, что недостаточно влаги. То есть здесь не так важна температура, как важно поступление влаги. Но что мы сейчас пытаемся делать? То есть находить, именно продлевать хронологии, то есть доходить до возрастов более 700 лет. Работа очень важная. Почему? Потому что сейчас во всем мире и в России, и в Хакасии все беспокойны проблемой глобального потепления. То есть нужно изучать эту проблему, нужно смотреть, что происходило в прошлом, и на основе этого делать выводы о том, насколько мы выходим за рамки природной изменчивости. То есть вот наша работа как раз помогает это сделать. Результаты исследований публикуются в международных научных журналах. Сотрудники аспиранта ХТИ активно участвуют во всевозможных международных конференциях по проблемам дендроэкологии. Впрочем, как и по другим научным направлениям, традиционным для ХТИ. В основном это прикладные исследования. В Хакасском техническом институте сформировался значительный научный потенциал в таких сферах деятельности, как строительство, машиностроение, электроснабжение, эксплуатация автотранспорта и экономика и менеджмент. Научное исследование финансируется из нескольких источников, в том числе по федеральным целевым программам, различным грантам и хоздоговорам с предприятиями региона. К примеру, на кафедре машиностроительных и металлургических технологий уже 4 года ведется научная работа по созданию гибкого производственного участка на одном из предприятий Абакана по изготовлению пресс-форм. Институт выигрывал грант Министерства образования и науки Хакасии, а также подписал договор с самим предприятием. В процессе работы мы модернизировали 5 станков под задачи высокоскоростной, высокоэффективной технологии, которая в принципе на данный момент самая современная, предполагает прямую работу с 3D-моделем. На данный момент участок уже создан, работает на бакан-пластике и работают в нем все наши бывшие выпускники. На участке удалось модернизировать старые отечественные и японские станки, адаптировать их под современные каткам технологии, то есть компьютерного проектирования и изготовления деталей на станках с числовым программным управлением. От станков остались фактически одни корпуса. На них установили современный мотор-шпиндели, которые повысили скорость резания в 10-12 раз. Соответственно, заменили и приводные механизмы, и систему ЧПУ. Модернизации коснулись в основном системы управления. То есть старые системы управления, они не могут обеспечить, во-первых, заданной точности, во-вторых, скорости обработки кадров. То есть, если на устаревшей системе запустить, допустим, программу с высокой подачей, она просто не будет успевать отрабатывать ее. И просто будет станок работать рывками. Новые системы позволяют осуществлять обработку, то есть они позволяют считывать программы большого объема и с высокой скоростью подачи. Сотрудники ХТИ фактически идут по пути создания импортозамещающих технологий. Ведь сейчас этот участок по программному и технологическому обеспечению практически не отличается от самых передовых зарубежных машиностроительных предприятий. Программисты получают 3D-модели из КБ, создают для них управляющие программы, по сети сбрасывают их на станок. Оператор только устанавливает деталь, инструменты и нажимает кнопку пуска. Так и будет после завершения научно-внедренческой работы. Кстати, на предприятии ей как раз и занимаются 6 выпускников ХТИ. Еще одно важное и востребованное направление научных исследований – это создание современных строительных материалов. Им уже много лет занимаются преподаватели и научные сотрудники кафедры строительства. Созданы сотни образцов и видов этой продукции на основе местного сырья. Одно из достижений кафедры – создание теплоизоляционных материалов, превосходящих существующие по своим характеристикам в несколько раз. Одним из лучших материалов теплоизоляционных на сегодняшний день является пеностекло. Но у него есть один существенный недостаток – оно очень дорогое. И мы стремились к тому, чтобы получить материалы с аналогичными свойствами техническими, но доступные по цене. И разработали сотни составов на основе техногенного попутно добываемого сырья Республики Хакасия. Это золо-шлаковые отходы тепловых электростанций, это скрышные породы угольных разрезов, это хвосты обогащения руд цветных и черных металлов. Они могут применяться в виде блоков. Вот показан пример блочного материала, модель. Могут применяться в виде гранул, как заполнитель для легкого бетона, как засыпная теплоизоляция. Могут изготавливаться в виде такой дробленки, то есть щебня порезованного, тоже как заполнитель для бетонов может использоваться. Может использоваться в виде блоков, плит и так далее. Отходы производства различных предприятий региона использованы молодым ученым ХТИ Екатериной Ибе для создания новой марки гидротехнического бетона. По результатам лабораторных и натурных испытаний новый материал значительно превосходит существующие аналоги по прочности, водостойкости и долговечности. Разработка нового цемента и бетона легла в основу кандидатской диссертации, которая уже подготовлена к защите. По результатам обследования нашей Сайна-Шушенской ГЭС, ну это не нами, к сожалению, было сделано, но тем не менее, то есть пришли к выводу, что сооружения требуют значительных, ну скажем так, капитальных ремонтов в различных местах. И вот мы решили подумать, как можно было бы вообще сделать так, чтобы изначально вот уже при строительстве не было бы таких потом дальнейших проблем. Мы вот разработали новый вид цемента, который при использовании в таком строительстве будет обеспечивать длительную работу конструкции. Новый вид цемента основан на том, что мы еще используем отходы, то есть боремся за экологию, скажем так, чтобы у нас было меньше вредных свалок в России. И вот мы благодаря применению различных отходов получили новый вид материала, который будет длительную службу обеспечивать. Пока такие фундаментальные основы открытые, прикладные, разработаны, мы разработали составы материалов, новые составы бетонов. И сейчас мы заявляемся в Росгидро, в наш Сен-Шушенский филиал с тем, что, ну может быть, их заинтересует этот материал. Пока мы предлагали наш материал еще и дорожникам, потому что мосты конструкции тоже работают в воде. И как раз у нас была апробация нашего материала в водосливных лотках под дорогой проходящих. И там вот этот материал очень хорошо себя показал. То есть у нас из акта внедрения материалы работают очень хорошо. Строительные материалы будущего, разработка новых машиностроительных технологий, достижения в сфере электроэнергетики, работы по теплосбережению зданий, исследования в сфере региональной экономики – это далеко не полный перечень научных проблем, в которых ученые ХТИ достигли заметных успехов. И это позволяет им занимать одни из ведущих позиций в научном сообществе не только Сибирского региона, но и страны в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова